Российская Академия Наук Российская Академия Наук Российская Академия Наук Где-то около года назад в лексику нашу впервые вошли такие слова, как государственное задание, план мероприятий и дорожная карта. До этого мы жили совершенно в другом измерении, такое ощущение. Но послушав доклады здесь, на Арбиконе, я понимаю, что вузовские библиотеки уже давно освоились с этой лексикой и используют ее очень активно. Думаю, что мы тоже скоро придем к этому. Что касается нашей деятельности в ФАНО, то перед ФАНО была поставлена задача создать систему единого информационного обеспечения научных исследований. И как люди новые, им надо же было с чего-то начать, и они решили на сайте ФАНО России разместить опрос. Информационное обеспечение академических библиотек, для того, чтобы определить, какие же функции библиотеки должны выполнять и вообще какими они должны быть, чтобы устроить ученых, всех ученых научно-исследовательских институтов. Здесь скриншоты некоторых вопросов и ответов. Вообще в опросе участвовало около где-то 10 тысяч человек. На разные вопросы отвечало разное количество человек. Этот опрос проводился с конца апреля по начало мая, где-то около трех недель в общей сложности. И любой желающий, который зашел на сайт ФАНО России, мог ответить на эти вопросы. Вот, например, был такой вопрос. Какие функции библиотек РАН вы считаете необходимо развивать? Что удивительно, что чуть меньше 50% отдали свой голос за работу с бумажными книгами и журналами. Для нас это тоже было удивительно, но это факт. 30% заинтересованы в работе с электронными ресурсами и 17% заинтересованы в функциях библиотек по наукометрическим исследованиям. Вопрос, должны ли библиотеки оказывать услуги по стимулированию публикационной активности и повышению цитируемости российских ученых в зарубежных изданиях и реферативных базах данных. 70% опрошенных высказались за это. На самом деле мы не предполагали брать на себя эту функцию, поскольку все-таки не считаем в праве себя что-то рекомендовать ученым и вообще вмешиваться в полет этой научной мысли. Но поскольку все-таки респонденты заинтересованы в этой деятельности, то нам, наверное, следует пересмотреть как-то свои позиции и в этом направлении тоже. Для сведения просто приведу скриншот такого вопроса. Какие ресурсы библиотек вы используете в своей профессиональной деятельности? 80% чуть меньше заинтересованы в работе с книгами и журналами на бумажных носителях. Это ученые, это научная элита, это фундаментальные исследования. На втором месте это электронные журналы и разные ресурсы, тоже электронные. Что касается разновидности электронных ресурсов, то здесь ученые заинтересованы во всех ресурсах, ресурсах разных издательств. Таким образом, мы получили очень важные результаты, которые используем в своей деятельности и ориентируемся на них. В соответствии с рекомендациями ФАНО России, мы разработали дорожную карту, план повышения эффективности деятельности нашей библиотеки. И там, в числе прочего, конечно, большое внимание уделяется работе с кадрами. Если кадры решают не все, то многое, это действительно так. Поэтому этот вопрос у нас тоже на первом месте. Что же мы имеем? Какие кадры у нас есть? Библиотека, я должна сказать, что библиотека по естественным наукам, она возглавляет библиотечную систему, в которую входят около 100 библиотек. 51 библиотека располагает, там работают наши сотрудники, наши штатные сотрудники. Поэтому численность, в принципе, у нас очень большая. 374 человека. И с высшим образованием 276 человек, 75%. И с библиотечным образованием только 25%. Это как раз и говорит о преамблах, о которых мы говорили в начале. Что мы, в принципе, мы рады и всем сотрудникам, что вы говорите. Но поскольку в нашем государственном задании, я должна отметить, что библиотека наша, она выполняет, в общем, две функции. Она представляет из себя научно-исследовательский институт. И поэтому в нашем государственном задании записана научная работа, которую мы ведем по разным научным темам. От книговедения до информатизации. И на также наукометрические исследования. И вторая наша задача – это информационно-библиотечное обеспечение. Что касается возрастного состава, то здесь мы имеем вот такую картину. То есть старше 60 лет – это 44%. В общем, у нас очень небольшая текучесть, около 5% в год. В общем, это и хорошо, и плохо. Конечно, это приводит к старению кадров. Но, с другой стороны, здесь мы следуем традициям. И есть преемственность в нашей работе. Наша система повышения квалификации, в принципе, состоит, включает в себя вот эти направления работы. Дни библиотечной учебы у нас проводились еще с момента создания. Но сейчас, конечно, произошли изменения в темах. И больше мы ориентируемся на работу с электронными ресурсами и с проведением наукометрических исследований. Поскольку где-то около 60% наших сотрудников работают на местах в институтах, то мы заинтересованы, чтобы именно эти сотрудники овладели и наукометрией, и работой в различных базах данных, поисками, поисками статей и так далее, чтобы оказывали существенную поддержку ученым. Здесь представлены темы лекций, которые проходили у нас в последние полгода. Здесь видно, что мы ориентированы все-таки на электронные ресурсы. Особенно хочу отметить, что наши сотрудники участвовали в сертификации, в обучении по программе Web of Science, на платформе Web of Science. Этот семинар, семинары лекции проходили у нас в марте 2015 года. Продолжались они два дня, и в них принимали участие сотрудники, которые уже имеют большой опыт работы с наукометрическими данными и поставили на хорошую ногу работу в своих библиотеках. Результатом этого обучения явился сертификат, который позволяет этим сотрудникам проводить консультации и обучающие мероприятия для остальных сотрудников нашей сети. Также большое направление в нашей работе – это сотрудничество с Московским государственным институтом культуры. В последние полгода мы особенно плотно с ними работаем, и как раз наша работа и заключается в проведении занятий на базе библиотеки. К нам приходят группы бакалавров, это немногочисленные группы, и наши специалисты проводят им лекции по разным направлениям работы. В то же время наши сотрудники и рецензируют дипломы, курсовые работы. Это все, конечно, я надеюсь, приведет к успеху, и мы стараемся привлекать этих молодых людей. Мне кажется, что практически мы настолько нежно обращаемся с абитурентами, просто готовы пойти даже на все, чтобы к нам пришли молодые кадры. В общем, это все, что я хотела сказать. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы... Спасибо.